В России сегодня День защитника Отечества. Всех, кто имеет отношение к вооруженным силам, и действующих военных, и ветеранов, поздравили в Государственном Кремлевском дворце. Торжественный вечер начался с выступления президента России. Владимир Путин поблагодарил представителей вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга. Глава государства подчеркнул их верность традициям доблести и отваги, готовность отдать жизнь за родину и за боевых товарищей. И отметил, в современном мире много угроз, и потому обеспечение безопасности страны по-прежнему приоритетно. Россия – миролюбивое государство. Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Но хорошо понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нем еще немало пока неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз. Поэтому обеспечение безопасности России и наших граждан остается для нас безусловным приоритетом. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать вооруженные силы. Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Во всяком случае, пока не имеют. Я думаю, что еще долго иметь не будут. Это результат системных, целенаправленных мер государства. Огромной напряженной работы ученых, конструкторов оборонной промышленности. Их уникальные достижения – основа для успешного развития армии и флота на десятилетия вперед. А значит, и безопасности мира для России, для нашего успешного динамичного развития.